друзья всем привет в инстаграме меня никогда нету но не знаю решила уйти в эфир по старинке сейчас в телеграме все виду в общем тема у меня нет но я хотела поговорить если жизнь после 40 после 41 после 45 как мне и очень интересно тоже ваше мнение послушать об этом поговорить мне кажется тема очень классная представьте я сейчас живу в турции уже третий год я решила уехать отсюда потому что есть условия остаться но мне уже здесь не нравится никакого развития нифига и что вы думаете я решила ехать делать визу в штаты либо в канаду либо в австралию но учитывая все нюансы которые и сложности сейчас возникают с этими визами с переездами у меня еще назревал вопрос они получить ли мне еще одно дополнительное высшее образование на тему психолога вот и что вы думаете не пришла гениальнейшая просто идея поступить в университет американский австралийский или канадский я сейчас выбираю представьте я в свои после 40 плюс хочу поступить в университет какой нибудь не знаю смотрела различные университеты я не знаю может быть кто живет где-то в таких странах в канаде мне интересует квебек торонто монреаль я знаю есть топ университет крутой в торонто в канаде он занимает первое место по канаде и двадцать третье место в рейтинге мировом лучшего топ университета блин цены конечно заоблачные я не знаю как мне это нужно сейчас колдовать но я наколдую прикиньте я решила в 40 лет 41 скоро 42 яйцеклетку не замораживала нет я решила стать студенткой это вообще бипец потом я посмотрела американские университеты ну там просто попасть туда нереально но очень хочется кемприндж оксфорд блин какие там еще крутые есть но я бы училась где-нибудь в районе нью-йорка вашингтона вирджинии мичигана миннеаполиса и что-то вот вверх туда либо центральная центральная часть вот либо сейчас я рассматриваю еще один университет восточная австралия точно австралия моей мечты живой город перд мне очень понравилось как он выглядит боже это просто вот сказочное место плюс по венере по планете это самое наверное единство идеальное место где можно мне жить вот кайфовать так уж линии планет если посмотреть по астрологии сходится что вот именно западная австралия для меня самое лучшее для проживания плюс восточная канада и середина америке не америке сша вот и представьте я хочу два года учиться либо в магистратуре на психолога но как бы диплом не не нужен психолога вы сами понимаете кто был на моих курсах у меня уже куча книг по психологии написано куда я сама учка я всю жизнь изучаю эту психологию вот я не знаю что они мне там дадут но просто сама фишка прикиньте я приезжаю в университет еду одна в другую страну и учусь как студентка блин я даже себе представить такого не могу я просто знаю многих людей кому за 40 они думают что у них жизнь закончилась они каждый раз пишет а и куда мне там часто когда работаешь с людьми у всех проблема просто в том что все мне там 40 не 45 либо мне даже там 35 38 мне уже поздно учиться мне поздно переучиваться не еще что-то поздно мне напоминает сегодня такой случай был классный кстати пишите как вы думаете классно пойти учиться на новую профессию допустим но это для меня конечно не новая профессия старая вот но все равно учиться в университет 40 как это очень нормально вы пошли бы на такие риски ну во первых что мне это даст я хочу почувствовать пожить как студент я хочу вернуть вот это детство вот это первое второе я люблю новые знания всегда учиться вообще обожаю потом новое место несвойственный для меня режим вот этот вот почувствовать себя детям блин короче и самое главное что у меня будет виза потому что сейчас визы сделать куда-либо это ну просто очень тяжкий случай я еще попробую на гранты подать на скидки на что угодно лишь бы хоть как-то попробовать куда-то какой-то университет пропихнуться вот канадские университеты одни из самых топовых рейтингов там мировых входят но там у них самая дешевая цена вот австралийские американские конечно университеты они подороже в среднем обучение чтобы вы понимали от 20-25 тысяч долларов в год до 47 тысяч долларов в год среднем такая цена так попробую конечно поколдовать кто вообще за то чтобы тоже взять поменять место пойти учиться куда-нибудь что-то вообще в жизни поменять переехать взять с нуля просто начать жить есть такие а я случай хотела сейчас прикольный рассказать мы с подругой решили пройти по набережной возле дома здесь в турции мы живем в самом центре анталии возле старого города набережная классная общем погулять сегодня классная погода даже позагорать вот такие все красивые вышли с ней погуляли ну думаем так они поехать ли нам на старое место жительства мы год назад жили в лара там очень красивая такая набережная на скале где можно долго долго идти красиво много-много кафешек решили сесть в автобус садимся значит и вот первое слово там марина какой-то по-русски мне сказала и сзади женщина трогает нас девушки а вы что по-русски говорите какая-то женщина стоит я долго извините объясняет пытаюсь это просто переварить и вспомнить а скажите а в хурму как далеко ехать мы ей объясняем выйдете из автобуса вы едете в противоположную сторону хурма уже далеко вы едете от неё вообще в другую сторону выходите переходите дорогу садитесь на этот же автобус там 0 6 и езжайте в хурму есть еще вот три автобуса с номерами и она смотрит глазами да мне точно надо выйти мы игры выходите остановка автобус остановился дверь открыть она стоит и мужику там своему взрослому тоже женщине но лет пятьдесят наверно и мужику что выйдем он не знаю они проехали остановку едут дальше мы говорим выходите она такая может я доеду до конечной а потом на этом же автобусе типа туда в хурму вернусь чтобы вы понимали до конечной еще час ехать часа блин ехать мы и говорим вы долго будете ехать до конечной чтобы на этом автобусе повернуть и обратно еще потом два часа до формы то есть вы три часа на дорогу потратите или минут 30-40 разницу чувствуете мы ее на треть остановки выпихнули просто она не хотела выходить она просто стоит и она боится и мы вспомнили картинку у меня есть где-то в ленте картинка офигенная просто женщина с коляской в которой ребенок уже зашла под воду ребенок уже под водой ей вот по грудь надпись когда ты понимаешь что ты идешь не туда но ты боишься повернуть обратно потому что ты боишься повернуть обратно у всех разные причины может кто-то что-то не так подумает а может дойти в общем она уже ребенка утопила себя сейчас утопит потому что есть стыдно повернуть обратно и вот эта женщина с мужчиной они услышали от нас много раз выходите выходите вот перейдите дорогу они боялись выйти с автобуса повернуть обратно это ну как вообще и вот так вот многие люди пожизненно они боятся уйти там из семьи из токсичных отношений все психолог уже включила потому что ну как мы же на показ живем а что соседи подумают а что родственники подумают то есть многие даже развестись боятся потому что боятся осуждения других людей мы вспоминали случай с мариной сразу после этого вышли с автобуса и ржем игроки было такое у меня было идешь по улице и вот ты на полпути понимаешь что ты идешь не туда но тебе стыдно вот так взять повернуться и пойти обратно вдруг что-то люди не топ и думают и ты доходишь до конца улицы блин как дурак стоишь ждешь у меня в детстве был такой у парень тоже ждешь чтобы все кто шел по этой улице уже прошли ты со спокойной душой сделав вид постояв посвистев такой повернулся пошел обратно вот многие боятся развернуться пойти обратно просто что-то люди там не то подумают и вот пожизненно кто-то выбрал работу боится не потерять типа но я же уже столько времени на эту работу потратил как я могу ее потерять столько времени вложил там в отношения и как же я теперь потеряю столько времени ехал в этом автобусе в неправильном направлении что я теперь должен выходить с этого автобуса чтобы вернуться обратно к себе нет я же уже столько времени проехал поеду только я дальше и я долго думал над этим что вот у меня уже есть привычный уклад я тоже привыкла вот жить все здесь у меня там дом в турции вот все вода вроде как уложила деньги жилье купила здесь квартиру на там строится живут тут сейчас снимаю все уже как организовано но я понимаю я иду не туда блин какое-то развитие вот вообще остановилась у меня и мне поначалу было стыдно пойти не туда как это я развернусь вот стоит ли замораживать яйцеклетку я не знаю вообще о чем вы честно вообще и без понятий я не в курсе можете сказать для чего вы это спрашиваете я не знаю подскажите пожалуйста чувства очень сильные душевые притяжения к человеку а душевно наверное да притяжение к человеку тянет как магниту как справиться с этими чувствами расскажите ему об этом вот и попробуйте эту проблему решили вместе ну то есть переложите на человека половину проблем своих вот чтобы он вам помог их решить ни одной вам же это расхлебывать во вторых но это как бы шуточно но эффективно это с одной стороны даже если вам будет стыдно даже если это неправильно даже если это ваш шеф и муж вашей лучшей подруги это не важно расскажите всем об этом вот пускай помогает справиться с этим это первое классная просто вот шокотерапия будет второе вам нужно понять какие потребности он вам закрывает может быть в нем вам нравится что он такой устойчивый там может быть серьезные без эмоциональные то есть вы влюбились в его какие-то качества вот эти качества есть вас которые нужно в себе обнаружить да и увидеть в чем вы серьезно где это использовать потом он стабильный обнаружить в себе вот эту стабильность понять где эту стабильность использовать то есть все качества которые вам нравятся потому что вы не в самого же человека влюбились а в его образ и те чувства которые он вам дает просто это очень круто проживать вот эту влюбленность на эйфории не надо даже если не хотите расставаться с этим чувством еще лучше просто проживать это чувство то что и вы его используете испытывайте по отношению к себе на самом деле не к нему даже не так говорю короче первое если хотите избавиться чувство расскажите этому человеку пускай поможет просто он своим негативом убьет вас все хорошие чувства которые вы к нему испытываете и вы скажете блять что за говно такая странная петрушка вот он тварь и как бы это перекроется то есть в обратку получите какую-нибудь фигню вот и подумайте у нас надо связываться любой сразу пройдет это первое если вы не хотите так радикально то надо понять что все чувства которые вызывают вас этот человек это те чувства в которые вы влюбились и хочется в себе обнаружить душе вашей вот вы их обнаруживаете проживаете эту влюбленность кайфуете и не надо ему даже ничего говорить просто в себе проживайте эту любовь вот эту любовь вы проживаете по отношению к себе на самом деле не к нему к себе и это очень классное чувство влюбленности ходить на эйфории потому что когда вы на эйфории у нас каждое желание исполняется вот просто даже вот на подумав вот мы подумали вечером Так, а не сыграть ли мне в театре В каком-нибудь Вот хочется А утром случайно какой-то человек Пишет вам Я директор театра Ваше лицо мне понравилось Кстати, это я реальный случай рассказываю Не хотите ли прийти на пробы И человек пришел на пробы И месяц там занимался Пока понял, что у него нет времени Ему уже этот театр не интересен Ну это уже другая история Но тянет Не к самому человеку А те чувства, которые он вызывает Вот это вы должны просто понять Выписывайте эти чувства И Начинайте их в себе воспроизводить То есть это такая мощная прокачка будет То есть это польза Какая большая от этого Господи Я не знаю, я перегуляла что ли Сегодня Я не могу сложить дважды два, нормально объясните Извините, сори Вот, у меня просто сегодня эйфория Весь день я кайфую Так Мне уже 30 Рожать пока не собираюсь Мне уже 41 Я тоже пока не собираюсь 50 Думаю, буду рожать И как бы настроена, что раньше даже и не буду И ничего, и заморачиваться с замораживанием Клеток тоже не буду А не получится, так не получится Можно будет Взять из детского дома Если прижимут прям Либо найти мужика Бесхозного с детьми Вот, то есть вариантов много Я думаю, что для меня Самый лучший вариант Вот, который будет Такой и есть То есть я заранее Лично себе Эту соломку не стелю Поэтому не могу вам посоветовать Сегодня как раз думала про изменения Нелли, ты крутая Очень красивая Огромная благодарность Спасибо Большое Огромное Я влюбилась в человека за то, как Газлайтил меня Как это использовать Ой, вот Здесь вообще капец На эмоциональные качели Когда люди подсаживают Очень сильные И мы влюбляемся Вот В этот В эту нестабильность В этот адреналин В эти непонятки В эти перемены В этот интерес В это новое Новизну То есть мы не понимаем Чего ожидать То есть мы думаем Одно получается другое Когда люди нас качают Постоянно Вот в этом адреналине Мы привыкаем Нам не хватает Именно вот этих вот чувств Качель Классных Как это применять Постоянно идти в новое Менять свою жизнь На Сколько там Можно и на 180 градусов И на 360 Вот так вот развернуться Все Обсмотреть Идти дальше Вперед Но уже по-новому Собрав кучу опыта То есть постоянно делать Какие-то перемены То есть идти в то Что вы боитесь Он вас уже Выдрессировал На то Что вы не знаете Вообще Что происходит Вас уже Ничего не напугать И просто идите В перемены То есть Он вас прокачивал Быть морально устойчивой Тоже классно Ну то есть подумайте В этом ключе То есть вам не хватает Вот этого адреналина Непоняток Непоняток Что он еще делал Вообще люди Когда бывают Еще унижают Других Ну мы Даем же Сами Себе Себя унижать То есть Это наше желание Чтоб нас унижали Вот Для того Чтобы увидеть Какие-то Ну если вы Осознанные Если они неосознанные Там ничего не увидите Но если вы осознанные Чтобы увидеть В себе Какие Места Я не прокачиваю Самые На низком уровне У меня Незамеченные Запрятанные Которые Я считаю Там плохими Страшными Неугодными Ненужными В общем Вот это все Вытащить из себя И использовать С пользой Как талант Вот Принимайте все Вот все Что вам люди Петрушки рассказывают Вот например Вас бьют Да Что человек делает Он показывает Власть Да Вам нужно учиться Иметь власть Там Над своими мыслями Власть Над своими пороками Власть над своими Привычками Иметь власть Над своим словом Пообещал себе Блин Иди Петрушка Сделай То есть Не сиди там Не отговаривай себя Вот То есть Он добивается Своего Силой То есть Прикладывайте силу Добивайтесь своего То есть Люди Всегда нам Показывают То что нам Не хватает Вот по отношению К нам Учителя Вот так Себя ведут Нам это не нравится Конечно То они нас Просто учат Посмотри на меня Делай как я Но естественно Не в минус Чтобы все страдали И ты страдал И я страдал И все страдали Нет А в плюс Обернуть То есть Как обернуть Насилие В плюс То есть Насильно Застав себя Заботиться О своем теле Блин Червяки Изнут Паразиты Всякие Чтобы ты Был Эмоционально Здоровый То есть Возьми Насильно Обучись Трансформировать Шаблоны Заставляй Себя Многие Приходят Ко мне на курс Платят Большие деньги Я им даю Удочки Просто Ну я не знаю Месяц Работы На моем курсе Заменяет Там 30-40 лет Вообще Опыта Который человек Даже Осознать Не может В жизни И я не Шучу Это на самом деле Так Но они Понимают Через 3-4 дня Что это надо Работать Что это трудно Что это сложно Что этим Надо заниматься Заставляться И бросает Пойду Волшебную таблетку Лучше Заплачу Вон там Мне Наколдует Все Там Звезды Летоторо Разложит И скажет Что мне делать И все Мне будет В шоколаде И вообще Просто кайф Такого не бывает Надо работать И заставлять Насиловать Себя И заставлять Если насильники Приходят Вам не хватает Вот этого Стержня Внутри Насиловать Себя Чтобы добиться Положительных Результатов То есть Весь минус Надо всегда Оборачивать Себе в плюс Как я это могу Использовать Я себя Насилую Чтобы Поддерживать Своё здоровье Блин Ну потому что Это мне в плюс В итоге будет А так Я буду Расхлябана Не заниматься Спортом Не заниматься Там здоровой едой Жрать всё подряд Валяться И ничего не делать Деградировать Там Через 10 лет Я буду Просто немощной Старухой Я не стану С постели Я сейчас Уже Даже со своим Спортом Питанием Осознанностью Там Чем угодно Чем я только Не занимаюсь Но Я понимаю Что я уже На гору залезть Вот как раньше Там Поход на Три недели Просто Вот так Бегом Бежала Сейчас всё И я два часа гуляю У меня уже Одышка Иду Вот так Язык на плечо Ноги уже Просто Волочатся Я прихожу домой И у меня всё Уже болит Спина уже болит Я уже разваливаюсь Если бы я не поддерживала Свой организм Вообще бы развалилась Я не представляю Что будет дальше Но мне сейчас Надо себя насиловать Чтобы потом Было хорошо Вот многие Хотят всё Быстро И легко Если у вас Есть такой шаблон Легко Быстро И просто Всё Ребят Я вам Сочувствую У вас Легко Быстро И просто Будет проходить Вся ваша жизнь Вы даже Оглянуться Не успели А жизнь Быстро Прошла Секс Быстро Прошёл Любой кайф Быстро Прошёл Просто И быстро Вы хотели Кайфовать И наслаждаться Чем-то У вас Всё будет Просто И быстро Если у вас Есть такой шаблон То он На всех сферах Действует Очень классно Представьте Я всем Такой шаблон Многим Сейчас скажу Визуализируйте Классный шаблон Разберём Быстро Тяжело Легко Просто Всё вместе Сейчас намешала Два чемодана В одной В одной руке Короче Чемодан И там Слитки Золото В другой Руки Пустой Чемодан По жизни С каким Будете идти С тяжёлым Со слитками Золото И медленно И Это золото Там Меняете На денежку И живёте Кайфуете Медленно Кайфуя Вот Прям Наслаждаясь Этой жизнью Либо Вы будете Быстро Бежать С простым Чемоданом Бля Где круче Вот Конечно же Тяжело Долго Это круче Чем быстро И легко Заменим Слитки Золото В чемодан Будем класть Слова Английского Языка Допустим Словарный Запас Вот Вам было Тяжело Вы каждый День По 10-20 Слов Изучали Английского Языка Вот У вас 5000 Слов Изученных Английских Слов Вы Легко На Изи Разговариваете В другой Руки У вас Пустой Чемодан И там Нет Багажа Знаний Об Английском Музыке И там Всего Лишь 20-30 Английских Слов И Вам Тяжело Разговаривать То есть Чем Больше Опыта Чем Больше Знаний Чем Тяжелее Вот Эта Учеба Тем Проще Вот Это Вот Все Использовать Чем Меньше Вы В Процессе Пути Используете Своих Знаний Навыков Да Не обращайте Внимания Что вокруг Происходит Не впитывайте В себя Вот эту Информацию То есть Все Должно Быть Легко Все Должно Быть Быстро Вы Не Собираете Вот Этот Багаж Начиная Знаний Заканчивая Там Кайфа Опыта Чего Угодно Денег А просто Хотите Быстро Пробежаться С пустыми Руками Да У вас Ничего Не будет И вам Будет Тяжело По жизни Жить Без Денег Без Всего То есть Обратите Внимание Что Куда Вы Бежите К чему Я вообще Это Начала Быстро Тяжело Блин Шаблон Трансформировала Вам Ну Просто Пускай Будет Шаблон Трансформировала Окей Так Как справиться С заиканием Я К сожалению Не Логопед Я не могу Вам Ничего Советовать Я вообще Без Медицинского Образования Тем более И без Психологического Профессионального Вот Хотя Очень много Знаю На Эту Тему Если Заикание У Вас Вашего Ребенка Мужа Ближайшего Родственника Неважно Вы Должны В себе Проработать Чувства Там Много Чувств На самом Деле Про Заикание У меня Целое Видео Было Блин Вот Бо Вспомнить Там Пятилетней Давности Сейчас Что-то Какие-то Осколки Вспоминаются То есть Человек Не может Сказать Свою мысль Вот как я Сейчас Он заикается Ему сложно Объяснить Сложно Сказать Сложно Проявиться Сложно Выговорить Сложно Передать Информацию Сложно Ее Упаковать И Передать Язык Заторможен Да В этом Плане Так Дальше Если Это На чувство Перевести То есть Внешне Это Отражение Нашего Внутреннего Все Что Вовне Происходит С телом С событиями С людьми Все Что Нас Окружает Каждая Секунда Каждая Ручка Вот Все Вокруг Это Отражение Нашего Мозга Просто Проекция Нашего Мышления Вот Всех Этих Формочек В голове Которые У нас Всех Этих Нейронных Связей И Вот Если Извне У нас Очень Сложно Извлекать Звуки Соответственно У вас Есть Запрет Какой-то На Проявление Сложно Страшно Страхи Какие-то Прорабатывать Надо Проявляться Какой-то Стопорт Вот Здесь Надо Просто Задавать Себе Выпросы Вытаскивать Страхи Здесь Просто Работа Наверное Та-да-да Нужна Ну Не Наверное Точно Чтобы Вытащить Страхи Почему Вы Боитесь Свободно Проявляться Свободно Говорить Что Вас Держит Почему Вы В рамках Вот Эта Закомплексованность Очень Сильная Она Не Дает И даже это не физические какие-то моменты вам не дают говорить, а психологические. Потому что даже руку сломать — это всё психосоматика, ногу сломать, порезаться — всё психосоматика. То есть сначала у нас в голове мысли, сознание наше, мышление идёт, а только потом у нас проекция вовне, как следствие каких-то событий. Вот, и заикание постоянно говорит о том, что в голове надо проработать какие-то страхи. Всё, я на этом закончила, потому что не зная жизни человека, очень сложно сказать, какие чего тут придумывать. Так. Если признаться человеку в чувствах, он негатив даст или что-то не так? Да, смотри, первое, если ты хочешь, чтобы у вас пропали эти чувства, за счёт которых вы бы могли себя офигенно познать, узнать, расширить своё сознание, да, куча талантов в себе найти, чувств проявить, столько всего в жизни поменять, только вот благодаря вот этой вот влюблённости, понять, что влюбились-то вы в себя, а не в него. Он просто отражает какие-то ваши мужские части, мужские стороны, то есть мужская энергия делает, какие-то ваши действия, влюбились в какое-то делание. А мужчина — это как бы просто образ, который он помогает вызвать эти чувства. То есть на самом деле не в него вы влюбились. Вот, но если вы хотите погасить это и в себе не работать, то вы можете ему признаться в этих чувствах, он вас пошлёт. Вот, он вас начнёт избегать, и вы такие подумаете, какой же он гэ. Вот тут нельзя так мужику себя вести, повёл себя как баба просто. Наврал с три короба и куда-то там потерялся. Вот козёл, и у вас просто так чувства погасятся, из-за того, что вы начнёте видеть что-то плохое. Это такое, шокотерапия. Вот, не совсем нужная, но быстрая. Либо он может ответить взаимно, и, ну, тогда всё круто. А если у вас есть муж, ну, окей, будет два, если на такой готовый. Каждый раз, когда тот, кто мне нравится, делает больно, влюбляясь ещё больше на чувственном уровне от возбуждения, на сознательном благодарности за то, что показывает мне травму, которую нужно проработать. Да, здесь просто вы садитесь с психологом и просто прорабатываете. Каждый раз одни и те же грабли человек приходит вам показать что-то, что вы в себе не используете. Вот у вас возникло какое-то желание, неважно какое, там, изучить английский язык, переходить в другую страну, купить себе, там, дом, здоровье себе какое-то, там, чему-то научиться, неважно. Вот, и вам не хватает для этого каких-то ресурсов. А вот эти ресурсы лежат в чувствах. Эти чувства могут показать вам только люди, которые придут, потому что вы эти чувства в себе не видите. Иначе, если бы вы их видели, вы бы их использовали, и ваше желание путём использования этих чувств проявилось бы. Но так как мы их не видим, мы призываем к себе, можно так сказать, грубо говоря, людей, которые нам все эти чувства покажут, которые мы не используем. И, естественно, если они будут показывать чувства, которые нам нравятся, мы же совершенно не обратим на это внимание. Но те чувства, которые нас раздражают, это мы себя драконим для того, чтобы наконец-то их увидеть, то есть обратить на это внимание. И, естественно, он не больно вам делает. Это вы себе больно постоянно делаете, когда пытаетесь не видеть в себе дофига всего, что вот прям просится давно наружу. И этот человек просто пришёл вытащить из вас эту боль, которую вам нужно осознать, понять, что это за боль. Вот как будто руку в костёр засунули, да, и вот боль есть, но вы решили руку в костре держать и пить обезболивающие таблетки. И каждый раз эта боль вроде как пытается как-то вас зацепить, но вы такие, нет, выпью я ещё таблеток. Вот, то есть вы убегаете от этой боли, не хотите разбираться, почему рука в костре горит, для чего я её туда запихнула, да, и как пользоваться костром. Вы либо убегаете от костра, типа всё, больше ему пользоваться не буду, потому что от него горят руки. Но он всё время вас догоняет и делает вам больно. Просто вам нужно получить инструкцию, можно сказать, да, к этому костру, как его использовать. То же самое каждый человек приходит и показывает вам какие-то чувства. Я даю на курсах инструкцию, инструкцию, как использовать эти чувства. Бесплатно можете получить эти инструкции в моей книге. Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Работа с мышлением. Вот. Там ещё где я описывала книги, деньги я тоже описала этот способ, но не так подробно. То есть, вот. Короче, чувак приходит и вам показывает, что вам не хватает. Ну, например, мой самый вот прям любимый пример про жадность. Каждый раз попадаются жадные чуваки. Почему? Потому что чувство жадности я считаю плохим. Они мне не нравятся, и каждый жадный чувак меня раздражает. Просто раздражает. Вот хочется его просто прибить. На самом деле, ну, в моей жизни нет жадных людей. Это я пример привожу. Так вот. О чём мне это говорится? Это говорится о том, что чувство жадности я отрицаю. Надо признать, я жадная. Я умею быть жадной. Мне нужно научиться правильно использовать жадность. То есть, жадно каждую секунду жить. Жадно впитывать информацию. Жадно наслаждаться вот каждой секундой этого времени. Если читать книгу, то жадно её читать, а не отвлекаться на что-то. Жадно целоваться, а не думать о разных проблемах, пока твои гугу что-то делают с парнем. Ну, то есть, наслаждаться, понимаете, максимально на 100%. Вот. Мы это не делаем. Мы делаем обычно там на 5, 10, 20, 50% каждое действие в полсилы. Чай попью, даже и не понимаем. Налили мимо кружки половину, что-то глотнули, бросили, он уже остыл, нахрена наливали. То есть, мы просто все действия используем. Мы время просто тратим вот настолько впустую, что даже вот вспомнить, что я там 2 часа делал назад, мы даже не можем вспомнить. У нас колоссальная потеря жизни, можно так сказать. Непонятно вообще, куда уходит. Потому что мы не концентрируем внимание вообще на чем мы... Вот что мы делаем. Вот это вот чувство жадности, оно дает нам концентрацию. Жадно наслаждаться 100% на каждой вот ситуёвиной, каждый мигом. Качаемся мы там на качельках. Вот просто вот насладиться этими качельками, и опять не думать, как завтра денег там зарабатывать. То есть, попробовать жить вот так. Люди, которые там пытаются нас унизить, они показывают нам наши недостатки, которые нам недостают. Они в нас видят это и просто показывают. Возьми, достань из себя. Тебе это недостает использовать. Вот и всё. Вот они просто прямым текстом это говорят. Люди, говорю, вот насильники, да, мне не хватает насилия. То есть, силу приложить к учёбе, силу приложить, выучить, блин, какой-то язык, наконец-то, который я никак не могу турецкий доучить. Блин, английский, слава богу, уже пошёл. Вот, то есть, силы не хватает приложить. Ай! Наколдую. Ай! Само как-то сложится. Блин, самой ничего не будет, самому надо стараться. Ничего на нас не падает. Всегда нужно стараться. Вот, но делать это с кайфом, с наслаждением. Вот просто погрузиться. Вот захотел, сделал. Ни на что не отвлекаясь. Есть люди необязательные. Они нас учат жить, перестать, блин, быть обязательным ко всему. Ну, то есть, использовать необязательность тоже в каких-то действиях. То есть, сейчас я должна наметить какой-то план, ну, быть гибкой, блин. Не обязательно вот идти вот так вот по плану. Не обязательно идти по 1, 2, 3, 4. Вот есть такие люди, упёртые, блин, бараны. И вот к этим баранам всегда придут люди, которые будут их кидать. И ты каждый раз будешь говорить, какой же ты, дырной человек, почему ты мне пообещал, что сегодня будет сделка, и ты опять отказался и перенёс на завтрак. Ну, какой же ты вот мудак. У меня так, куда я вообще потеряла сейчас на полтора месяца? Полтора месяца с двумя бизнесменами, чтобы вы понимали, там, на миллиард долларов у одного там сделка, у второго 4 таких сделок на несколько миллиардов долларов. Вот с такими людьми работаю, поэтому мне похеру сейчас на видео. Вот, у меня хорошие гонорары. Так вот, они постоянно, блядь, полтора месяца один и тот же шаблогик, как-то можем с ними разобрать. У них все кандоны, которые необязательные. Они уже там договорились с президентом вот этой вот, блин, страны не буду называть там. Они уже это, и там, короче, вот перенесли опять. Вот уже с банком договорились, с кредитом договорились, там то, вот уже всё. Там вот, короче, вот всё. И все люди, вот какой-то один необязательный человек. Вот я говорю, слушай, ну ты сам возьми вот эту необязательность, начни использовать. Мы уже столько ситуаций разобрали с каждым, с одним и со вторым, где ему не надо обязательно делать такие шаги, которые ты прописываешь. Будь гибким, я не знаю, как это, как будто лом проголотили, вообще не гнуться. Вот им надо вот так вот, блин, они не видят, что вот пути вот такие вот более сглаженные, они намного лучше. Нет, блин, надо вот так вот, по схеме. Ладно. То есть каждый человек, который к нам приходит, он пытается нам показать то, что нам не хватает в данный момент. И вот мы начинаем жадно жить, начинаем быть гибкими, начинаем прикладывать силу, наконец-то пропадают все вот эти необязательные люди, жадные необязательные люди, абьюзеры, вот просто пропадают с нашего пути, а мы на вот этой вот энергии, потому что у нас включились вот эти три чувства, начинаем делать такие делишки. У нас наше желание просто начинает вот так вот схлопываться все вокруг, вот просто. И ты думаешь, боже, я только об этом подумала, уже все решилось. Я только подумала о часах, я клянусь вам. Вот. И у меня просто на следующий день они были. Это был просто большой шок, чтобы вы понимали. Мужики, которые ко мне пришли, выписали по 500 шаблонов, я просто поняла, что вот мне сейчас не хватает, я все эти чувства включила, быстро все их проработала, все у меня вот так вот пошло. Сейчас будут приходить опять люди, которые будут транслировать какую-то херню мне, и я опять эту херню не на них ответственность приложу, что ты херню несешь, а то, что это я херню несу, потому что это я никак не использую то, что мне показывают. Вот. Так что всех людей используйте как тренажеры. Каждый раз... Оксана, да? Не знаю по-русски, как вот имя ваше. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с отношениями, понимайте, что это ненадолго, это только для прокачки себя. Когда вы там свою целостность вот эту вот соберете, когда вы будете гармонично, когда вам будет пофигу на мужчину, на отношения, когда вам будет классно самой с собой, когда вам не надо закрывать свои дыры и потребности другими людьми, когда вы будете самодостаточны, да? Вот тогда можно построить офигенные отношения. А так, ну, как бы отношения всегда, они не идеальны из-за того, что нам всегда что-то от других, блядь, надо подоить их как бывшую корову. Мы притягиваемся, вы ему транслируете всякую говняшку, от которого он там просто вот так его телепарит, он вам транслирует это, и вы притягиваетесь, потому что у каждого своё желание получить вот в зеркале видеть себя. И пока вы там не проработали вот этот кайф к жизни и просто вот не начали жить этим днём, как последний день, вам будут просто приходить тренажёры. Мужчины, женщины, неважно. И воспринимайте всех как тренажёр. Прийти и не знаешь, что добавить. Так, проблема с заиканием с детства мешает проявляться. Ищу похожие слова, чтобы сказать. Здесь надо работать вместе. Нельзя усыновлять здоровых детей. Почему? Это такой закон. Я осознанно влюбляюсь на первой же агрессии, словно давно ждала её, на любимую травму и наложилась. Так, смотри. Я просто, наверное, уже объяснила. Это, наверное, старое сообщение. Ещё раз. Мы ищем только тех, кто нас может научить тому, что нам не хватает. Естественно, мы будем влюбляться только в то, что будет портить нам жизнь. Но это для неосознанных портит жизнь. А если вы понимаете, зачем это, тогда будете уже кайфовать от всего этого. Потому что вы всех встречаете только для того, чтобы увидеть те моменты, которые вы в себе задушили. Придёт этот чувак и будет вам показывать всё, что вы отрицаете. И это нормально, это нужно, это так и есть, это так и будет, это так у всех. Только здесь либо от этого постоянно бегать, закрывать на это глаза, пустаться, другого человека перестроить, ни одна концепция не работает. Либо принять это то, что, блин, я притягиваю всё, что меня будет бесконечно раздражать, для того, чтобы через это раздражение найти в себе то, что не хватает мне использовать как талант. То есть мы на самом деле вот сейчас с вами учимся жить. Цель не построить отношения, не родить ребёнка, не обучиться всем языкам мира, переехать, путешествовать, что-то постареть, не быть красивыми, заработать миллионы денег, сделать деньги, засадить всё лесами. Цель – научиться жить. И чтобы научиться жить, это вот самое простое – жить, самое простое. Но чем проще – это самое трудное на планете Земля, блядь, научиться жить. Жить здесь и сейчас, каждой минутой наслаждаясь. Тогда у тебя будет всё. Но мы так не умеем. У вас не получится прожить даже, не знаю, там, минуты осознанно, потому что ваши мысли опять куда-то в прошлое, в будущее, опять в какие-то достижения, в какую-то вину, или там что-то не так, чего-то надо вот планировать, опять надо думать, что поесть. Червяки там будут просить еду, что-то нужно делать опять, стираться, убираться, готовиться ко сну, убирать за детьми. То есть всё надо будет переделывать. Мы не можем жить, мы пропускаем. И все наши желания, естественно, даже к нам близко не могут подойти, так как нас нет. Ну, в этой точке здесь и сейчас, это единственная точка, в которой мы существуем. Извините, что я так вот перескакиваю, блин, наверное, не отдув моё видео посмотреть, чтобы эти пазлы сложились в башке. Вот эти вот все моменты, которые мы упускаем, нас здесь нет, да? Почтальон, представьте, вынес вам подарок, который вы хотели, там, какое-то желание. Звонит в дверь, а вас дома нет. А дом ваш в единственном месте, здесь сейчас в осознанном состоянии. Вы проживаете, кайфуете вот каждую минуту. И мыслей о другом у вас нет. Вот только сейчас максимально жадно живёте эту жизнь. Тогда все ваши желания будут исполнены. Это единственное условие. Это очень просто. Но это настолько сложно, что это не удаётся ещё никому. Понимаете? И каждый человек в этом мире вам приходит и показывает вот эти чувства, которые помогут вам находиться в этом состоянии. То есть вот жадные показывают жадно эту минуту жить. Абьюзеры там, которые показывают, что там насилуют вас, блин, что вам насильно нужно заставить себя научиться быть в этой минуте, максимально осознанно, погружаясь в эту секунду. И каждое чувство нас возвращает вот здесь, сейчас. И пока мы эти чувства в себе соберём, ни одной жизни не хватит. Там и двух, и десятков, наверное, перерождений. Мы это всё долго, медленно делаем. Вот. Но если вы поймёте, что инструкция настолько простая, вот просто это ключ ко всему, да, что вы просто можете каждое чувство собирать, которое вы не видите. У каждого, кто вам не нравится. С каждой ситуацией, которая вам не нравится. С каждого чувства, которое вам не нравится. Возьмите список и напишите, что я не люблю в себе, что я не люблю в маме, в детях, в мужиках, в мужике, которому у меня сейчас, там, я не знаю, в папе, в людях, там, я не знаю, те, кто войну устроил, в президенте, там, что я не люблю. Вы пишите вот эти списки миллиардные и примите в себе, да, я вот такое, как это использовать, что это за чувства? Вы можете себя проработать за несколько месяцев и просто охренеете, ну, как у вас вообще видение, мышление там, всего к этому миру поменяется, и вы просто будете офигевать. Это же так очевидно, почему я раньше этого не понимала. Вот, но мне сложно объяснить, что вы поймёте, то, что у вас даже близко пока нету, ну, как, видения, что нужно понять, блин, вы не туда смотрите. Короче, вот. Все страдания от того, что вы не знаете, что вы уже, блин, счастливы, сами придумываете эти страдания, эти страдания нужны вам, потому что это счастье. Каждое страдание это самое большое счастье. В этом страдании есть ваш талант, который нужно обнаружить. В общем, страдайте побольше, тускай всё будет тяжело, долго, сложно, но это будет так круто и легко в итоге. Ладно. Откуда такие убеждения в голове? Так, а этого не мне. Все отношения начинаются прекрасно, а спустя время парни сливаются, а что они мне транслируют? Ну, вы сами от себя убегаете, вы избавляетесь от этих парней сами, ну, это же ваше желание. Каждая секунда в этом мире всё, что вокруг вас есть, это продукт вашего желания, это следствие вашего мышления. Каждая наша мысль, наше желание, каждое наше действие, всё, что вокруг, вот всё, наше желание, наша женская энергия, наше естество. Мы боги, мы не тело, вот это вот, мы даже не, мы вообще вот просто продукт наших желаний. Так вот, вы хотите, чтобы эти мужчины от вас уходили по вашему желанию. Это вы делаете всё так, чтобы они уходили. Не они виноваты, ну, и вы не виноваты. Вы в отношениях сливаетесь в них, а не в себя. То есть, вы, когда находитесь в отношениях, ваше внимание не на себе. Вы не растёте с ними. Ваше внимание в них, ради них, из-за них, в них, всё в них, понимаете? Вот, то есть, чувства поддерживаются не изнутри, ну, вашего естества, вот этого, которого вы используете, а он вам эти чувства даёт. Вы, как эта корова, берёте извне, в себя пытаетесь запихнуть эти чувства, которые невозможно в себя запихнуть, и получается, что всё время что-то не то. Ну, вроде как, я его подоил, он мне проводит чувство безопасности, дал, но всё равно что-то я не чувствую безопасности, нифига. Вот, вроде как вот есть, но что-то не то. И так во всём. Вот, и от детей мы тоже избавляемся. Мамочки, которые вот боятся за детей, очень часто бывает, что потом переживают своих детей. От слова пережить вообще. Избавляются, потому что они погружены в детях своей жизни не занимают, своего внутреннего ребёнка вообще о себе вот просто забыли. А их родители же мечтали, чтобы их ребёнок, то есть, получается, каждый родитель мечтает, чтобы ребёнок вырос и был бы счастлив. Ребёнок вырастает, счастливым не успевает стать, рожает нового ребёнка, и несчастливый, вкладывает всё счастье в детей, и он хочет всё для своего ребёнка, чтобы тот был счастлив, а сам, получается, он несчастлив, потому что у него внимание в детях. А те родители, бабушка с мамой, бабушка с дедушкой, ну, мама, получается, да, господи, блин, выше, да, родственники эти выше, они в шоке от того, что ну как так, я хотел, чтобы ты был счастливый, не получилось. Градация вот эта вот, я не знаю, когда объяснить. Бабушка с дедушкой говорят, я хочу, чтобы ты была счастлива, доча, или сыночек. Но те рожают, не успев счастья своего добиться, рожают новых, получается, да, и вкладывают своё внимание в детей, чтобы те были счастливы. В итоге по лестнице вот этой вот никто никогда не счастлив, никто собой не занимается. И нужно вышвыривать из своей жизни всех людей, подруг, детей, мужей, только для того, чтобы опять внимание на себя. А мы от этого страдаем, не понимая, что мы сами пожелали убрать из себя, из своей жизни, блин, всех людей, чтобы опять на себя внимание обратить, опять заново прожить. я когда раньше сливалась в мужиков, боже мой, вот, только так избавлялась и просто расцветала после каждого расставания, это было просто фейерверк, кайфа, счастье, новая прическа, новый макияж, новые там, шмотки, новые дискотеки, что там, новые кайфушки какие-то. Сразу опять посиделки с девчонками, бани, сауны, до этого все, вот вообще лохудра какая-то, потому что, мужика, внимание. Вот, потом, конечно, это было осознанно, уже мы так не делаем, но я урок усвоила. Когда вы в отношениях, отношения должны дополнять, ну, и учить, естественно, и дополнять, но вы должны понимать, что если вам скучно с мужиком, то никто вас не сможет развеселить, потому что вам скучно с самим собой. Когда вам не скучно с самим собой, неважно, кто рядом с вами, будет дерево или мужик, вот, и то вам будет весело. Меня раньше всегда, прикиньте, блин, вообще, меня раньше всегда спрашивали, Нелли, почему ты расстаешься с очередным ухажером? Я говорила, мне с ним скучно. И все ржали. И я многих психологов спрашивала, ну объясните мне, пожалуйста, мне вот с ним стало скучно, я с ним рассталась, еще новых отношений, опять на драйве, на кайфе, но опять там месяц, два, неделя, все, неинтересно. Что мне делать, как вот мне поддерживать этот интерес? Ни один психолог объяснить мне не мог. Вырастешь, поймешь, это вот, ну, максимально, что я могла услышать от них. Я просто очень много раз спрашивала про это. вот, сейчас я вам могу рассказать. Ну, я до этого дошла, суткнала, блин, потому что, если мне с собой, просто с собой скучно, то, меня никто не может развеселить. Как? Это, ну, невозможно. когда я поняла, как мне с собой не скучать, я обожаю быть одной, я обожаю, вот просто, у меня миллиард дел. Я и вяжу, и рисую, и там, и на компьютере, и поиграю, и книжку пишу, и читаю, и готовлю, и убираюсь, и шью, там, вышиваю, все что угодно делаю, миллиард просто дел. Бегу параллельно в аэропорт, куда-то лечу, и у меня все время вот так вот. Мне никогда не скучно, и мне люди, когда спрашивают, ты вот дома сидишь, так тебе не скучно? Да нет, я вообще не представляю, как можно скучать. И рядом со мной ни один человек тоже не сможет поскучать. Ну, это невозможно просто. Естественно, я никогда ни на кого больше не скажу, что мне с ним скучно, потому что была проблема не в нем, а во мне. И вот, когда вы задаете такие вопросы, почему я выпынула людей из своей жизни, ну, потому что вы сливаетесь с них. Нам надо научиться все эти чувства вот в себе видеть, использовать. Почему встречаются одни женатые, как это используют плюс? Они пока ваши тренажеры, вы себе стопор поставили, потому что подсознательно вы понимаете, что вы еще не готовы к гармоничным взрослым отношениям на равных, где каждый берет ответственность за себя, где вы не мама в отношениях, вы не рулите мужиком, и вы не дочка в отношениях, и не сидите, блядь, просите, пока там мужчина за вас все решит. Вы равноправные партнеры, вы к этому не готовы, поэтому вы сразу встречаете, вот стопор себе подсознательно сделали, такой классный, что мужчины попадаются вот для изучения каких-то навыков, которых вам не хватает. пообщались с этим, с этим, с этим, каждый вам очень много опыта передает. Другой вопрос, берете ли вы его, да, чтобы брать этот опыт, вам надо научиться, ой, чтобы вам брать этот опыт, вам нужно научиться выписывать все время, что он вам показывает, что вам не нравится, что вам нравится, где я могу в себе это применить, какие чувства за этими поступками стоят, да, как это трансформировать. Все это называется «Трансформация шаблонов мышления». И это все очень подробно есть в книге, еще раз говорю вам, прям офигенная инструкция, где вы сможете ориентироваться в отношениях, в работе, в деньгах. Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Либо курс работы с мышлением, стойки, я не помню, то ли 15, то ли 18 тысяч рублей. Запускаю там на год, на полгода. Можете заходить и в своем темпе хоть по одному шаблону тренироваться и работать. Я на каждый шаблон даю обратную связь, то есть мы вместе решаем. Я очень советую, я не знаю, вот этот курс за 15 тысяч рублей, он вам даст столько, сколько вот за миллион рублей блогеры продают курсы, даже одного процента там нет того, что даю я. Я клянусь вам, я, блин, зуб могу вырвать и дать вам, если это будет не так. Я на 100% уверена в этом. Так, дальше. Не буду эту рекламную паузу включать. Ненавижу рекламировать вообще все свои продукты. Уже давно мне как-то стало пофигу. Хотите быть волшебником? Вот, приходите ко мне. Не хотите? Окей. Так. Как вы считаете, что означает прыщи на спине? По психосоматике вообще с прыщей кожи это связь внешнего с внутренним. То есть, ваше внутреннее состояние не соответствует внешним проявлениям. То есть, вы чувствуете одно, а показываете во внешний мир другое. Даже если вам будет больно, будете улыбаться. Либо вы хотите там улыбаться, смеяться и над кем-то издеваться, но вы будете сдерживать себя. То есть, несоответствие вот это. Это одно. Дальше. Часть тела, спина. Спина – это ваша ноша в этой жизни, ваши обязательства по жизни, там, ваша работа, ваш контроль за этой жизнью. То есть, это какая-то ваша ноша. То есть, здесь, если это вместе сложить, я не знаю, давайте придумаем. Блин, ноша, спина, и плюс ещё прошлое. Связано с прошлым, с вашим контролем, и плюс с несоответствием проявления. Может быть, ваши обиды какие-то, это если психосоматика, да, какие-то обиды, которые вы не показываете. Вы очень злы на что-то, на кого-то, на ситуации, на человека, связанное с прошлым, да, и вы эту ношу тяжёлую несёте, и не показываете это, и никак не можете выговориться. Это одно. Второе. Мы же во внешнем физическом мире живём. Психосоматика влияет на внешнее. То есть, сначала здесь, в голове, да, потом вовне. И, естественно, чтобы вовне проявилась эта психосоматика, мы должны создать себе условия, например, камень, об который мы споткнёмся, там, сломаем ногу, еду, которая будет вызывать эти прыщи, там, и так далее. То есть, вам ещё, чтобы проще было, надо с двух, и физического мира работать, да, и не физического, сразу с двух вот этих аспектов. Поэтому меняем питание, это проблема с очищением организма, проблема там, почки, печень, кишечник, желудок, весь, ЖКТАВАШ, вот, то есть, давайте, потихонечку убираем сахар, убираем жареное, возьмите, от масла вообще избавьтесь навсегда, жарьте на воде. Масло сыродавленное, холодного отжима, поливаем, там, салатики, еду вашу, убираем, что убираем, ещё, острое, все вот эти вот приправы, кетчупы, майонезы, молочку, вообще, всё, это стоп-продукты, и вы увидите, ну, как ваше тело вообще преобразуется просто, и параллельно, меняя еду, ваше сознание, ну, начинает тоже просыпаться, вы по-другому начинаете думать. От того, что мы едим, следствие, ну, от нашей пищи, определённые мысли, можно так сказать, да, мы то, что мы едим, мысли в голове от нашей еды, это прямо, прямо, прямо пропорционально, еле выговорила, очень сильно зависит. И когда тяжёлая пища сменится на более лёгкую, вы увидите, куда-то пропадёт усталость, появится энергия, вы сможете хорошо, блин, быстро думать, скорость реакций у вас повысится, да, у вас будет, я не знаю, какая-то ясность мыслей, что ли. Я, наверное, последнее время много ем, что у меня просто какой-то туман в голове. Вот, то есть, ясность мыслей, это уже в корне меняет, да, многое, мы можем быстрее запоминать что-то, быстрее думать, анализировать информацию, внимать. от тяжёлой еды, когда вы нажираетесь, вообще мозги отключаются, просто вот они отключаются, и у вас нет энергии, не то, чтобы что-то делать, думать. И когда вы перестаёте думать, вы думаете, что вы счастливы, потому что, когда думалку выключаем, мыслей о проблемах нет, они заканчиваются, проблем нет, а при этом я и счастлива. Вот, на самом деле, проблемы есть, и еда, она заменяет вот это вот вам счастье. Поэтому, питание, и выскажите всем всё, что вы о них думаете. И в тетрадочку запишите всё, что вам не нравилось, всё, что эти люди сказали, вам показали, сделали, и найдите в каждом шаблон, это ваш талант, трансформируйте этот шаблон. Вот, либо через книжку, либо на курсе, либо вот сами просто поищите, как это использовать в плюс. Так. Два дня подряд встречаю подруг, и они сообщают, что борются с онкологией. О чём это для меня? Я прям начала думать, что надо жить прямо здесь сейчас, радоваться, или что это? Да, это про нелюбовь к себе. Конечно, мы жизнь упускаем. Раковые клетки, это борьба со всем своим непринятым, непрожитым, плохим, всё, что мы пытаемся скрыть. Если мы стремимся там стать умным, мы пытаемся скрыть свою глупость. Если мы пытаемся стать совершенним, мы пытаемся скрыть свою несовершенность. Если мы пытаемся быть более красивым, мы пытаемся скрыть своё уродство. У стороны всегда две медали. Если вот эта вот сторона, ну, в диаметре вырастет, медаль из другой стороны вырастет. И, грубо говоря, невозможно скрыть, вот чем больше у нас одна сторона, тем больше и другая. Чем больше вы пытаетесь сделать из себя супер-мега умного, тем больше вы тупеете, вот реально. Ну так оно и есть, по сути, потому что каждая какая-то умная вещь, это просто шаблон, который вас ограничивает. Вы мыслите, вы решили, что вот так вот правильно, и вы потом шаг вправо, шаг влево, расстрел, и вы очень ограничены в познании, что всё на самом деле ложь, потому что, ну вы же умный, и поэтому вы очень сильно ограничены. Вы ограничиваете себя идти дальше за рамки. Ну это ладно. Так вот, о чём я вообще говорила, ухожу. Так вот, онкология — это то, что вы боретесь вот с этой стороной, которую надо принять, осознать. То есть вы пока пытаетесь с глупостью своей бороться, да, вы вот эту тоже сторону не получите. У вас нету полноценной монетки, нету полноценной банки, банки, свечки. Вот, то есть вы когда пытаетесь отрезать эту сторону, сколько ни отрезайте, она всё равно, эта сторона будет оставаться. Причём в таком же диаметральном. Видели, как-то вот эта сторона. Но это вот, грубо говоря, чтобы у вас картинки ассоциативны. Я вообще люблю всё на ассоциациях, показывать и рассказывать. Без картинок вообще жизни не удалось бы. Так вот, онкология — это борьба. Борьба со своим несовершенством, борьба с жизнью, борьба, ну вообще вот, с отрицанием. То есть максимально хорошие люди, они, блин, больше склонны к онкологии, потому что у них борьба со всем плохим. Вот это просто вот отрезает половину себя, вот так вот чикают, просто вот напополам отрезают руки, ноги, всё отрезают от себя. Вот, лишь бы быть хорошим. Огранку вот эту делают от алмаза и становятся максимально хрупким, больным и разваливаются очень быстро. У меня есть книга «Излечить нельзя игнорировать». Как, господи, название книги забыла. «Излечить нельзя игнорировать» про сахарный диабет и онкологию. Как точно называется, я не помню. Посмотрите у меня в ленте. Вот, возьмите, прочитайте. Потому что подруги, близкие, родственники, дети, друзья, это просто ваше зеркало, да, на ближних подступах подсказывают вам, типа, посмотри, тебе недалеко до этого же. Вот, я твой почтальон, видишь, какую я тебе посылочку несу. То есть, обрати внимание, это уже звоночек, это уже про тебя. Вот, ещё не поздно, как бы давай меняйся. Оксана, вроде Оксана вас зовут. Прочитайте, пожалуйста, книгу «Для чего Богу деньги?» И если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Вы поймёте, что транслирует вам ваш молодой человек. Очень много вопросов, но как бы я не могу весь эфир посвятить вам, к сожалению, да. Я вообще вышла поговорить на тему, есть ли жизнь после 40+. И в итоге, да, три часа с вами просидела. Спасибо большое, я закругляюсь. Очень рада была вас всех видеть. Приходите на мой курс, он проходит в телеграм-канале, где мы постоянно общаемся. Я присылаю видео, я отвечаю на каждое задание. Вот, у меня очень много, на самом деле, курсов разных. Есть вообще курс 490 рублей, там 120 заданий. Я буду пополнять его, всё обещаю, позже дополню. Я там провожу сеансы движения сердца, которые стоят у меня 100 евро. Бесплатно. Вот, я вообще сейчас все знания давно бесплатно отдаю. Кстати, прикол, по всем шаблонам мышления, что транслируют люди, много книг я там написала, они издаются, продаются на маркетплейсах и так далее. Я смотрю сейчас полный интернет психологов, которые, слово в слово, ну, мои, как, все мои слова, потому что все, что я вам сейчас рассказала, да, это я рассказывала 7 лет назад, 5 лет назад, 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад. Вот, все эфиры на YouTube, они уже такой старой давности, и всё, вот, то же самое сейчас повторила, ничего нового. И все мои вот эти вот слова про таланты, как видеть в каждом чувстве талант, как его переводить и так далее, каждый психолог рассказывает, и думаю, господи, ну, как это круто вообще за столько лет вот через меня от меня вот ушло, кто-то кем-то там у кого-то обучался, и теперь каждый об этом рассказывает. Ну, круче автора, конечно, никто не расскажет, поэтому давайте к автору, ко мне, на курс. Вот, если это видео я на YouTube запихну, подпишитесь, пожалуйста, чтобы получать от меня уведомления, что видео вышло. Так, пишите комментарии, не факт, что отвечу, но вы всё равно пишите. Вот, всех обнимаю, целую, пока-пока, ребят, давайте, пока. Так, а как выходить отсюда, я забыла. Надеюсь, эфир был прикольный, надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok